Подснимаю для туристов, которые собираются в отель Хуабин, территорию, вот тут есть озеро и бунгало. Бунгало немножечко расположено на возвышении, то есть всегда надо подниматься вверх. Нумерация от 100 до 600 и, по-моему, 700, вот нижние это 300, 200, выше бунгало 400, 408, дальше 500 будет и 600 на самой верхотуре. Вот так, достаточно зеленая территория, она небольшая, зелененькая, собачек красят и здесь очень тихо. По вечерам поют птички, работает подсветка, вечером я засниму еще подсветочку и такое небольшое видео получится. А это главный корпус, вот он, там елочка новогодняя стоит, фонтанчики вечером включаются, вот, поэтому можно жить еще в главном корпусе. И покажу сейчас еще, что покажу, бассейн. Теперь от главного корпуса мы спустимся по параллельной дорожке вниз, территория маленькая, вот буквально одна дорожка, по которой я поднималась, и вот вторая вниз пошла. Здесь тоже бунгало, здесь вот собачек продолжают красить, и мы спускаемся к бассейну. То есть бассейн находится на нижней точке, вот тут такой ландшафтный дизайн, вьетнамцы сообразили. Работает автополив, ну такая, достаточно буйная растительность. Так, значит, вот мы с вами дошли в бассейн, практически никогда здесь не бывает много народу, и сейчас видно, что немного, вот я еще пропустила, здесь есть прудик с рыбками, вот они прям сразу ко мне на голос плывут, видно. Дети любят их кормить, там большие караси, огромные и маленькие, может и не караси, а карты, не знаю, как их называть, но вот такой бассейн, собственно говоря. И все, из этого бассейна мы сейчас спустимся вниз, вот такая здесь зелень, очень красивая, высоко все растет, вот мы спускаемся вниз на дорожку, и сейчас я покажу, как далеко находится пляж от отеля Хуабин. Прямо вот в прямом эфире, можно сказать, от своего номера. Вот здесь у нас проходит завтрак. Завтрак, кстати, не очень удобно с 6 утра до 9 утра. Все, в 9 он уже закрывается и ничего не подносят, поэтому приходится вставать рано, чтобы позавтракать. И вот она основная дорога на пляж. Сейчас я прервусь, на этом месте же продолжу. Мы идем дальше, с того же самого места. Так, значит, движение здесь разограничено обивкой вот такой, с наслаждениями. И мы идем вот буквально, наверное, метров 30 до пешеходного перехода. Что характерно, никто не уступает на этих пешеходных переходах, поэтому это так условно, просто разрыв в ограждении. Поэтому надо очень аккуратно переходить, смотреть. Когда никого нет, тогда и переходить. Соответственно, вот я пошла. Так, и здесь, вот сейчас одного человека пропущу. И тоже пошла. Вот, собственно говоря, и все, вся дорога. И все. Ну, сколько я иду? Минут 5, наверное. Даже 3 по видео сейчас можно посмотреть. Будет и вот море. Мы спускаемся здесь по ступенькам. Это такой небольшой пирс. Здесь камни. Непосредственно прям вот здесь купаться нельзя. Но ближайший пляж начинается налево. Ну, метров сейчас увидите. 20-30 уже лежат люди. Стоят лежаки. Вот, и мы с вами идем от отеля Хуабин. Когда мы собирались, например, сюда лететь. Такого видео не было. И мы бы с удовольствием посмотрели. Такой обзор. Теперь он будет. Радуйтесь. Вот такие ступеньки. Ну, собственно говоря, мы пришли. Вот пляж. Дальше можете смотреть мое видео обзор пляжа Лонг Бич. Я иду дальше. Тоже другое видео. Ну, а обзор отеля Хуабин. И вот вечером зажглись фонарики. Вот бунгало. И вид. Выходишь на балкон и, соответственно, лицезреешь. У меня дети с балкона прям прыгают и бегут по территории. Вот красиво, тихо. Уже слышно птичек. Вот так. Ну, вот вечером совсем ночью, можно сказать. Вот так выглядит загадочная территория. Я не помню, как он так сделал. Слышно птички. Ба. Ба.